Визит Единороссов в Приднестровье завершился форумом «Мы – Единая Россия». На него съехали сотни людей из всех городов и районов республики. Подробности в сюжете Юрия Чернявского. Волонтеры встречают гостей атрибутикой с эмблемой «Единая Россия». На форум российских соотечественников «Мы – Единая Россия» собираются участники со всей республики. Одна из них – терраспольчанка, педагог на пенсии Людмила Павловская. Мы за «Единую Россию» и встречаемся с депутатами. И очень хочется с ними. Увидится, как бы сказать, воочию. Пока участники форума рассаживаются по местам возле главного партийного символа – медведя памятная фотосессия. В одном кадре депутаты Госдумы и зампредседателя Верховного Совета. Галина Тюфеева говорит, регулярные визиты ее российских коллег в Приднестровье дают понять – мы не одни, за нами вся Россия. Волос Приднестровья в Государственной Думе. И мы очень счастливы, чего не было раньше. Мы просто принимали участие, голосовали. А сейчас конкретно, пофамильно. И это не то, что они новые приехали показаться. Они бывают на всех мероприятиях. Они часто и гости в нашем Приднестровье. Они вообще себя считают приднестровцами. Уже хотят, говорят, что уже пора нам получить гражданство в Приднестровье. Мы с удовольствием. На форуме говорят о защите прав соотечественников за рубежом, о вакцинации, ну и, конечно, о самом больном. Просроченные из-за локдауна российские паспорта. Невыездными оказались 30 тысяч приднестровских россиян. Понимаем, что там скопилось большое количество документов, которые необходимо обменять. Сейчас провели уже переговоры с профильным департаментом для того, чтобы увеличить количество сотрудников. И нам пообещали, что это произойдет. Вопрос вдогонку. Можно ли получить российскую пенсию при просроченном паспорте? Отвечает Марина Аргеева. Она кандидат в депутаты Госдумы от Единой России. И тоже намерена представлять интересы Приднестровья в российском парламенте. Я вам могу сказать, что пенсия с просроченной паспортами будет выплачиваться. Я просто в этом уверена. И мы приложим все силы фракции Единой России, действующих депутатов, присутствующих на этом форуме, и нас как кандидатов. Мы и сегодня можем обращаться в органы власти Российской Федерации для того, чтобы поддержать это решение. Отдельная просьба – поставка в республику российской вакцины «Спутник Ви». Кандидаты от партии власти заверяют – в Приднестровье привезут 90 тысяч доз. По недавно полученной информации, готовится вторая поставка вакцины. Мы, понимая эту необходимость, среди нынешних депутатов и Калининградской области, очень будем просить и настоятельно рекомендовать, чтобы это произошло. Форум закончился поздно вечером. Шесть наших соотечественников стали доверенными лицами кандидатов в депутаты Госдумы. Это политики, деятели культуры, ученые и врачи. С собой россияне возят на родину вот эти шесть увесистых коробок. В них шесть с половиной тысяч наказов от приднестровцев. Россияне предложили сделать подобный форум ежегодным, чтобы каждый год отчитываться перед избирателями о проделанной работе. Юрий Чанявский, Владимир Погоня, ТСВ.